Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Четкое взаимодействие и непрерывный контроль. Городские власти проверили, как подают тепло в дома и социальные объекты Самары. Дождь прошел, а неприятный осадок остался. И не только в душе, но и на капотах автомобилей. Каких последствий ждать от пролившегося в выходные ливня? К Новому году в России подешевеет красная икра. С чем это связано, расскажем в новостях экономики. Губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и эксперты студии Артемия Лебедева обсудили вопросы развития городских пространств и Самарско-Тольятинской агломерации. В эти выходные Самара стала местом притяжения для самых талантливых IT-специалистов со всего мира. В городе на Средней Волге прошел фестиваль интернет-деятелей 404 Fest с подробностями нашей корреспонденты. Хедлайнером фестиваля 404 стал знаменитый российский веб-дизайнер Артемий Лебедев. Вместе со своей командой он предложил региональным властям помощь во развитии городских пространств и в создании Самарско-Тольятинской агломерации, которая будет третьей по численности населения в стране. На встрече с известным дизайнером присутствовали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. По словам власти, тема развития городских пространств интересует практически всех жителей городов. Совершенно очевидно, что здесь как раз и синергия, здесь возможность перехода на новый качественный уровень, потому что если мы создадим условие, что Самара-Италия станет де-факто одним городом, с численностью населения 2 миллиона 700, конечно, это качественный уровень совершенно другой. Также во время встречи прозвучало предложение разработать уникальный дизайн-код города, который соответствовал бы современным стандартам, но при этом сохранял городскую аутентичность. При разработке будут учитывать расположение Самары на пересечении двух рек и наличие благоустроенной набережной. Недавно центр Самары получил статус исторического поселения и в первую очередь, конечно, приоритетным является формирование принципов, которые помогут сохранить вот это вот историческое наше наследие. Также на площадках фестиваля обсудили управление проектами, развитие технологий умного города и перспективы космического туризма. Фестиваль 404 прошел в этом году в 10-й юбилейный раз. В Самару приехали 1500 IT-специалистов из разных точек мира. До них подготовили более 20 лекций и мастер-классов от топовых экспертов отрасли. Программа, которая состоит из 12 треков, такого количества у нас не было никогда. И концентрация спикеров, которые приезжают к нам в эти два дня, просто зашкаливает все мыслимое количество настоящих, интересных, крутых докладчиков и докладчиц. В 2020-м из-за эпидемиологической обстановки фест прошел в онлайн-формате. Обязательным условием офлайна в этом году стало наличие сертификата о вакцинации против ковида или отрицательного ПЦР-теста. В Самаре заработала горячая линия для обращений жителей по отопительному сезону. Ежедневно к теплоснабжению подключают порядка полутора тысяч жилых домов. Объекты дополнительного образования отапливаются на 100%, школы на 99%, детсады и учреждения опеки и попечительства в полном объеме. В этом году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отопительный сезон начали в беспрецедентно ранний срок – 16 сентября, не дожидаясь понижения среднесуточных температур. В ежедневном режиме проходят не только заседания штаба, посвященные темпам подачи тепла, но и объезды, которые организуют во всех районах Самары. 92% жилых домов Самары с отоплением. Работа по подключению к теплоснабжению продолжается. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании с главой города Еленой Лапушкиной. Точечно отрабатывают подачу тепла в объекты соцсферы – школы, детсады, учреждения культуры, спорта и медицины. По здравоохранению из 305 объектов, 301 объекта подключен, 4 у нас остаются в работе. Это два объекта в Советском районе, один в Ленинском и один в Железнодорожном. Процесс подачи тепла контролируют непрерывно. Заседание оперативного штаба проходит ежедневно. Чтобы оценить ситуацию на местах, организуют контрольные объезды по районам. Отчитываются районы, отчитываются управляющие компании, безусловно, ресурсоснабжающие организации. И если есть какое-то непонимание, как у нас бывает, что управляющая компания отчитывается, что дом запущен, а по факту идут жалобы, мы уже выезжаем на место и проверяем, что же на самом деле. В минувшие выходные первый вице-мэр Владимир Василенко проверил, как подключают к отоплению дома и соцобъекты в Кировском районе. Например, в детском саду номер 30 на Карла Маркса 370 тепло уже во всех группах. Сюда ходит более 240 воспитанников. В том числе есть ясельная группа на 30 детей. Средняя температура в группах 24-25, в спальнях на 1-2 градуса меньше. Но вы знаете, что это все соответствует санитарным правилам. На первом этажах в детском саду есть даже теплый пол. На данный момент социальная сфера, включая соцучреждения, на первых этажах жилых домов в Кировском районе с теплом уже на 100%. Из более чем полутора тысяч многоквартирных домов подключить осталось 27. Сейчас показатель по Кировскому району составляет 98,3% многоквартирных домов. Это один из районов, где подачу тепла организовали быстрее всего. А у вас однокомнатная квартира или двух? Трех. То есть в одной комнате не работают? Ну, сейчас надо в данной ситуации пройти по стоякам, потому что это действительно может не идти и все остальное. А так в квартире тепло. После подачи тепла в домах работают сотрудники управляющих компаний, чтобы проверить, нет ли завоздушенности и других проблем. Есть старый жилфонд, пятиэтажки, трехэтажки, где при низком давлении и низких характеристиках теплоносителя, движение самого теплоносителя в доме, оно затруднено, ввиду того, что старая система инженерных коммуникаций. Поэтому чуть дальше, когда будет повышение температуры, повышение давления, циркуляция наладится. Контроль организуется во взаимодействии с управляющими организациями и старшими по домам. Ведется и по квартирный обход. Очень тепло, очень хорошо. Обычно в октябре дают, а это, считай, в сентябре нам дали. Очень хорошо. Большое спасибо. После объезда Владимир Василенко провел оперативное заседание штаба, где обговорили сроки подключения на проблемных участках. Все знаем, позиция губернатора в кратчайшие сроки и то, что на улице тепло, войти в режим ровно отопительного сезона и уже начать работу с 28-29 по горячей линии и отрабатывать дома по стоякам. На этой неделе горячую линию запустили. На нее можно обратиться, чтобы задать волнующие вопросы, связанные с подачей тепла. Соответствующие номера телефонов в районах администрации и профильного городского департамента указаны на сайте администрации Самары. Светлана Кудрявцова, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События. Неприятный сюрприз ждал автомобилистов в выходные. По всей области в ночь на субботу прошел дождь с пылью, после чего машины, в том числе и общественный транспорт, выглядели так, будто их буквально полили грязью. В чем кроются причины этого аномального природного явления и каких ждать последствий от грязного дождя, разбиралась Мария Левина. Такой свою машину Дарья Митрофанова еще не видела. Утром в выходной на парковке рядом с домом Дарья ждал неприятный сюрприз. С ней беда произошла какая-то. Я ожидала от дождя совершенно иного исхода, но никак не грязную машину. Она как будто в песке, непонятно. Зря только лужу объезжала, наверное. Куртка была в каких-то пятнах. Я сначала подумала, что я испачкалась об машину, но судя по результату сегодняшнему, поняла, что дело, наверное, не в машине, а в дожде. То есть дождь был с песком? Как будто грязный был, да, а уж в чем, непонятно. И такая ситуация с автомобилями была на всех открытых парковках регионов – Тольятти, Новокуйбышевске и Самаре. Борис Кобзев за рулем авто вот уже четверть века и за эти годы, говорит, ни с чем подобным не сталкивался. Увидев последствия ночного дождя, поспешил на автомойку. Необычайное явление. Я с таким сталкиваюсь впервые. Вышел, а машина посыпана вся пеплом. На автомойку приехал и была большая очередь. С последствиями непогоды боролись и в городском автобусном парке. Больше 400 единиц техники оказалось в неприглядном виде. Для приведения транспорта в порядок пришлось привлечь дополнительные бригады мойщиков. Природное явление особое мы столкнулись. И у нас на предприятии новые щетки, поэтому мы обрабатывали и мыли весь подвижной состав в усиленном режиме. Все выходные трудились над тем, чтобы устранить последствия полевого дождя. Было неожиданно, потому что все-таки весь подвижной состав в основном моется и готовится с вечера. И утром, когда мы пришли, тот общественный транспорт, который стоит под небом, был уже испачкан. Кто-то вышел в рейс, потому что мы не могли, чтобы наши пассажиры остались без транспорта. Природное явление вызвало общественный резонанс в сети интернет. Пользователи выкладывали фото своих машин и выдвигали свои версии произошедшего. Вплоть до извержения вулкана на Канарских островах, частички пепла от которого якобы с ветром прилетели в Самару. Но, как оказалось, причина происшествия гораздо прозаичнее, а источник ближе. О чем заявили на своем официальном сайте метеорологи. Около полуночи 25 сентября отмечалось резкое усиление ветра юго-восточного направления. Одновременно практически по всей территории Самарской области шел дождь. Метеорологические данные наблюдательной сети Республики Казахстан в это же время фиксировали пыльные бури. С юго-восточными ветрами в Самарскую область поступили воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли. Осадки всегда способствуют очищению атмосферы. Капельки воды адсорбировали частички пыли. По мере высыхания на поверхностях образовалась мутная пленка. Именно это достаточно редкое метеорологическое явление – сочетание пыльной бури и осадков – наблюдали жители Самарской области в эти выходные. Вреда человеку и автомобильной краске такие осадки не принесут, а само явление достаточно редкое. Даже аномальное и в обозримом будущем точно не повторится. Мария Левина, Василий Кладашов, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарском регионе зафиксировали 581 случаи заражений новой коронавирусной инфекции. Пассажиры общественного транспорта стали лояльнее относиться к проверкам соблюдения масочного режима, а также к ношению защитного аксессуара. Ежедневно проверяющие проводят профилактические беседы в транспорте и заодно следят за соблюдением ковидных ограничений. В одном из таких рейдов побывал наш корреспондент. С начала пандемии в отношении пассажиров, которые не соблюдают масочный режим в общественном транспорте, составили более 500 протоколов об административном правонарушении. Больше половины из них приходится на 2021 год. Рейды в автобусах, троллейбусах и трамваях проходят ежедневно. В неделю до 80 выездных проверок. Ими охвачены маршруты во всех внутригородских районах. В проверках участвуют представители профильного городского департамента, организаторы рейдов, контрольно-ревизионных служб предприятий-перевозчиков, добровольные народные дружины, полиции, регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Сегодня проверки стартовали с улиц Куйбышева и Некрасовской. Работа в таком режиме нами будет продолжена до особого указания оперативного штаба. Требование у нас одно. Транспорт должен быть безопасным. Не вызывая у пассажиров никаких сомнений, требования надо выполнять, маски все должны носить. Еще раз к этому призываю. Перевозчик со своей стороны тоже предпринимает все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Профилактика проходит и в течение дня, и также вечером в депо. Для сотрудников проводят инструктаж о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также о том, как действовать, если пассажир отказывается надеть маску. Кондукторы и водители в течение всей смены обязаны быть в масках и своим примером показывать это нашим пассажирам, что необходимо надевать защитные средства. Вот у нас, кстати, много поступает сообщений на горячую линию в социальные сети о том, что мы поставили вакцину, нужно ли нам надевать маску в общественном транспорте. Да, совершенно верно, маску мы должны надевать. О нарушениях могут сообщить и сами пассажиры. Для этого следует позвонить по номеру телефона горячей линии. Он размещен в транспорте. Штраф за несоблюдение масочного режима составляет до 30 тысяч рублей. В числе наиболее эффективных мер профилактики – прививочные компании. Сейчас продолжается вакцинация сотрудников транспортной отрасли против коронавируса. Противоковидные прививки получили до 90% работников. Наращиваются и темпы вакцинации против гриппа. В регион поступают сотни тысяч доз вакцин. Чаще всего перевозчики самостоятельно на своих территориях организуют прививочные кабинеты, чтобы процедура прошла быстро и без отрыва от производства. Виктория Шарая, Мария Левина, Николай Сидоров. События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. К Новому году в России подешевеет икра. Насколько заметным станет снижение цены и с чем это связано? Стоимость икры вернется к уровню декабря 2020 года. Деликатес будет стоить меньше, чем сейчас, но разница окажется незначительной. Расскажу об этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 28 сентября 72 рубля 66 копеек. Евро 85 рублей 3 копейки. Стоимость нефти марки Brent перевалила за отметку в 79 долларов впервые с 23 октября 2018 года. Таковы данные торгов лондонской биржи. Утром 27 сентября фьючерсы с поставкой в ноябре выросли на 1,2% до 79 долларов 3 центов за баррель. Розничная стоимость красной икры к Новому году будет не выше, чем в прошлом году, а местами и ниже текущих уровней. Об этом заявил председатель Рыбного Союза Александр Панин. Ближе к этому Новому году икра в опте будет стоить от 3,5 до 4 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Наценка сетей добавит еще 20-30%. Таким образом, цена в рознице составит до 5,5 тысяч рублей, что несколько дешевле, чем сейчас. Ранее сообщалось, что стоимость красной икры в России в рознице выросла более чем на 30% и поставила новый десятилетний рекорд. Такие данные привел Росстат. Ранее Панин заявлял, что в прошлом году пути на период, в течение которого производится ловля рыбы, была неудачной. Рыбы было мало, это повлияло на цены. Однако сейчас ситуация изменилась. При этом продажи красной икры в торговых точках России за последний год упали на 20%. В России постепенно начало сокращаться предложение на рынке долгосрочной аренды жилья. Этому способствует возвращение обучения и работы в режим офлайн, а также появление новых категорий заемщиков. Динамика средних цен на рынке пока остается сдержанной. Долгосрочная аренда однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России в среднем стоит чуть менее 17 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры около 23 тысяч рублей. По сравнению с показателями августа цены выросли на 0,8%. Спрос сейчас подогревают и те, кто вынужден снимать временное жилье, продав собственные для покупки квартиры на первичном рынке. В Минфине обсудили трансформацию схемы накопительной части пенсии. Замороженные с 2014 года средства обязательного пенсионного страхования превратят в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения с едиными правилами. Среди них неснижаемый остаток в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансирований. Также планируется введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсией по договорам, заключенным в пользу членов семьи. В Минфине считают, что нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от размера дохода получателя. Чем больше доход, тем меньше денег от государства. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. А этим самарцам не повезло. За долги перед коммунальщиками у них арестовывают имущество, начиная от мебели и бытовой техники, заканчивая автомобилями. В рейд с судебными приставами и представителями компании «Энергосбыт плюс» отправилась наша съемочная группа. Долг за отопление и горячую воду в 30 тысяч рублей обернулся арестом машины. Решение суда привели в исполнение судебные приставы. Вячеслав Ильин соседству со злостным должником не рад. В коммунальной квартире проживает 16 семей и все вовремя платят по счетам. У меня нет долгов. Рейды по злостным должникам – как крайняя мера, когда невозможно найти общий язык с владельцем квартиры. И тот категорически отказывается платить по счетам. С начала года судебные приставы арестовали за долги перед «Энергосбыт плюс» уже шесть машин. Как правило, владельцы тут же находят средства для погашения долга. При этом поставщик напоминает – решить проблему можно иначе. Это касается абсолютно каждого, поэтому я призываю еще раз людей своевременно и в полном объеме оплачивать за оказанные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, чтобы не допустить неприятной ситуации. На сегодняшний день долг клиентов «Энергосбыт плюс» за полученное тепло приближается к 2 миллиардам рублей. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Полюбоваться городом, курортом и попробовать волжскую кухню. 26 туроператоров со всей России съехались в Самару. Ознакомительный тур организовал городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. На обзорную экскурсию вместе с гостями отправилась мэрия Елчан. Мария Валерьянова из Санкт-Петербурга в туристической отрасли уже 15 лет. Открывать для туристов новые города и страны стало делом ее жизни. Женщина не перестает расширять и собственные горизонты. Так в Самару она приехала впервые и уже успела влюбиться в волжские пейзажи. Мы рады очень, что мы попали в Самару. Теплый, уютный городок со своими незабываемыми впечатлениями. Очень красивые дома, очень чисто, очень уютно, доброжелательные люди, прекрасная кухня. И, конечно, радует погода. Мы готовились, как и все жители Санкт-Петербурга, с дождевиками, с зонтиками. Но Волга и Самара, она встречает приятной теплой погодой. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары организовал экскурсию для туроператоров. Из разных уголков России в Самару приехали 26 человек. Главная цель – оценить гостеприимство города. Представители турбизнеса прокатили на уникальном автобусе-кабриолете и познакомили с достопримечательностями Самары, среди которых ракета-носитель «Союз», «Ладья» и «Площадь Славы». Представители туроператоров могут оценить инфраструктуру туристическую в Самаре и уже построить какие-то определенные туры, маршруты, непосредственно уже познакомиться с какими-то объектами. И я думаю, что к нам уже непосредственно приедут сами туристы. Экскурсия по городу включала и посещение музеев «Модерна» и Эльдара Рязанова. А затем гости отправились на речную прогулку, чтобы увидеть Самару в осенних красках еще и с Волги. Мэриэл Чан, Григорий Плешаков. События. Самарская школьница Александра Канаева прошла в полуфинал отборочного этапа детского Евровидения. 30 сентября на национальном отборе в Москве она выступит с песней «Ритм лови» о том, как проходит подготовка к выступлению в нашем следующем сюжете. Юная певица из Самары Александра Канаева всегда мечтала попасть на детское Евровидение. Девочка начала заниматься пением в 5 лет. К 12 годам Александра – лауреат и гран-призер многочисленных всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и победитель телепроектов. Приняв участие в отборочном этапе детского Евровидения, прошла в полуфинал. Вообще я не надеялась, что я пройду в полуфинал, но когда мы с мамой об этом узнали, мы с ней даже плакали от счастья. Конкурсанты присылали видеоклипы. Те, кто прошел в полуфинал, должны будут исполнить свою песню уже вживую на московской сцене. 30 сентября выберут лучшего. Он-то и отправится представлять Россию на международной арене. Она обожает сцену, она очень себя органично чувствует на сцене. Ей очень нравится контакт со зрителями, она просто подпитывается этими эмоциями, когда идет какой-то концерт, когда идут аплодисменты, просто ее разрывают на сцене. Ну, это ее, она этим живет. Сейчас полуфиналистка отборочного этапа готовится к выступлению. Два раза в неделю она занимается со своим преподавателем. За 40 минут отдается все, что можно отдать ребенку, да, и знания, и навыки, и энергетику полностью. Тем самым Саша отвечает мне взаимностью. Результаты полуфинала отборочного этапа станут известны после 10 октября. 19-й конкурс песни «Детское Евровидение» пройдет на сцене музыкального комплекса «Ла Сьен Музикаль» в Париже. Ольга Хомракулова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. В Самаре стартовал фестиваль «Волготеатральная». За неделю самарские зрители увидят спектакли коллективов, съехавшихся из девяти городов по Волжье. На театральных подмостках будут давать по два-три представления в день. С открытия фестиваля репортаж нашего корреспондента. С 25 сентября по 2 октября Самара становится центром театрального искусства в рамках фестиваля «Волготеатральная». Конкурсную программу открыл спектакль театра «Самарская площадь» с постановкой «Кавказский меловой круг», уже отмеченной театральными критиками. Когда играем на фестивале, мы знаем, что публика немножко другая. Она более понимающая. Это люди, которые вообще идут именно в театр. Не отдыхать. Вот это ценно. «Волготеатральная» – единственный фестиваль в Поволжье, объединяющий профессиональные коллективы. Впервые он прошел в 2013 году. С тех пор стала традицией проводить фестиваль раз в два года. За это время спектакли посмотрели порядка 22 тысяч зрителей. Публика всегда в зале. С удовольствием, с радостью, с большой благодарностью принимает все театральные тропы. Что может быть лучше в нашей жизни, когда мы умеем по сей день дарить друг другу радости. В конкурсной программе представлены постановки 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья. Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Ульяновск, Набережные Челны, Уфа, Саранск, Саратов, Арзамас. В фестивале принимают участие спектакли, премьеры которых состоялись за последние два театральных сезона и получили высокую оценку театральной общественности. На фестивале театра из разных городов смотрят спектакли друг друга. Идет лабораторная составляющая, где обсуждаются эти спектакли. Но самое главное, результатом этого становится, что гастроли друг другу или о постановке. Например, режиссер одного театра посмотрел спектакль, а режиссер другого театра – поставь у меня. Вот это вот очень важно. Фестивальные спектакли будут идти ежедневно до 2 октября на площадках театров Самары и Новокуйбышевска. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. На этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!